Добрый день всем, друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже вторник, 7 ноября 2023 года. А новости у нас такие. Деньги уходят только на еду и на коммуналку. Как же живут латвийские пенсионеры? Например, пенсионерам свести концы с концами становится все труднее, труднее и труднее. Согласно информации в базах данных Центрального статистического управления в августе этого года 2023 года средний размер пенсии по старости достиг 531 евро и 76 центов. Для сравнения, в августе прошлого года 2022 размер средней пенсии по старости составлял 525 евро и 56 центов. То есть за год она выросла всего на 1,18%. Между тем, годовая инфляция в августе в Латвии составила 5,4%. Так что даже если среднестатистическая величина прожиточной корзины пенсионера изменится в соответствии с общим индексом инфляции, а это не так, поскольку в потребительской корзине пенсионеров продукты, питание, коммунальные платежи и лекарства более важны, где рост цен в целом был быстрее, чем средняя инфляция, даже тогда покупательная способность среднего пенсионера упала, упала бы более чем на 3% в течение года. Извините, друзья. Однако, в отличие от августа прошлого года, повторяю, 2022, прошлого августа, Индексация пенсий произошла в октябре этого года, когда пенсии были проиндексированы с коэффициентом 1,064. Таким образом, индексируемые пенсии выросли на 6,4%. Что быстрее среднего роста потребительских цен? Покупательная способность совокупной пенсии по старости отстает от общего индекса потребительских цен более чем на 3% в течение года. При этом, средний рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в августе был примерно на 7% выше роста пенсии по старости. Господи, друзья, так и хочется добавить. Ну, каких 6,4%? Везде все рост, все выше, выше. И все равно нарисовали 6,4%. Сколько? Копейки повысили. Слушаем, друзья, дальше. Здесь также можно найти объяснение тому, почему объем розничных продаж продуктов питания в латвийских магазинах стремительно растет. Вот видите, стремительно растет, а у них 6,4%. Здесь нет, друзья. Здесь у них, это я сейчас от себя добавляю, это у них вась-вась называется, кто понимает. Договорняк. Сделать, нарисовать столько, лапши на уши навешать столько, народу. Это вообще, друзья, это наглежь. Наглежь. Выделяют куда-то, прям не глядя, сотнями миллионов. Куда-то, я повторяю. Пенсионерам. До пенсионеров им, вот лишь бы галочку поставить. Была индексация у них, якобы, все. Ну, везде, все повысилось и повышается до сих пор. Только упаковочки они уменьшают. Якобы, помните? Я ввел новости. Якобы у них цены понижаются. Да, прям спасу нет от вашего понижения. Прям не знаем, куда деньги девать. Какая экономия пошла от вашего понижения. Далее, новости продолжаю. Если про жизнь пенсионеров у нас в Латвии, наш канал, наш канал называется, мы ждем в Латвии. Если кто не подписан, большая просьба, подпишитесь. И поставьте лайк под видео. Все, друзья, больше мы ничего не просим. От вас, дорогие зрители, про зрители говорю, которые зрители только пока, не подписчики. Продолжай дальше, друзья. Если говорить о конкретных, более широко реализуемых товарах, то хлеб, цена на который выросла в среднем на 22,2%, пожалуйста, вот вам первый факт. Вот это еще можно поверить на 22,2%. Индексация была бы. Тогда бы еще куда бы ни шло. Далее. Сухие завтраки на 20,3%. Свинина на 16,9%. И яйцо, которое подорожало за год в среднем на 11,8%. За год стали гораздо менее доступными для пожилых людей, чем раньше. Ну, не могу, друзья. Ну, каких 6,4% индексации? Еще, вы знаете, друзья? Слышали? Ну, я же вам тоже новости эти преподносил. Индексация. Как бы кто-то предлагал и предлагает до сих пор. Сейчас затихли два раза в год. Тишина. Хотя бы если еще бы оставили один раз бы, друзья. Ну, это я вам говорил. Он нас давно уже смотрит. Я сейчас от себя добавляю, друзья. Извините. Вот. Хотя бы один раз остался бы. Денег-то нет, но вы держитесь. Новый год еще не наступил. А уже новости за новостями. Сегодня постараюсь вам донести новости, друзья. Тяжелые. Очень тяжелые новости. Негде взять. Нечем порадовать, друзья. Абсолютно нечем. Но держимся. Держимся. Я оптимист. Оптимистично настроен. Надеюсь. Надейся и жди. Да. Разденься и жди. Вот именно, друзья. Ну. Вы понимаете, кто нас смотрит давно уже. А кто-то смотрит недавно, только зашел. Ну, я так новости преподнашу, друзья. Да. Конечно же, друзья. Унывать не будем. Когда-то все равно заживем. Припеваючи. Понимаете, друзья? Ну, естественно, в кавычках. Продолжаю дальше. Стремительный рост. Вот, пожалуйста. Ну, опять. Ну, стремительный рост инфляции вынудил правительство действовать. И действовать правительство. Иди что, и мать. Так и хочется матом. Вынудил правительство действовать. Что они действуют? Как они действуют? Сэкономить, чтобы себе добавить. Ну, я так вижу ситуацию. Или куда-то. Загашники есть. Повторяю. Пока еще остались. Немножко. Могли бы выделить, повторяю, в три раза больше. Как минимум. А то и в четыре. Индексировать два раза в год. И в августе прошлого года оно проиндексировало пенсии почти на 23%. Я вам к чему и клоню. Вопрос. К вам, подписчики. И зрители. Почему они в прошлом году смогли проиндексировать 23%? В этом году они только выделили 6%. 6,4%. Я знаю почему. Хорошо, друзья. Надо новость вам до конца преподнести. Если сравнить эту сумму индексации с инфляцией, за двухлетний период можно определить, в какой степени покупательная способность сохранилась с момента предыдущей индексации. Они уже приплетают предыдущую индексацию. Конечно. Смотрите. Я буду все-таки... Не могу выдержать, друзья. Не могу. У меня спасу нет. Терпежу не могу. Терпеть. Терпеть ненавижу. 23% и 6 с лишним процентов. Ну, считайте. Почти 30%. Делите пополам на два года. 12%. Зашибись. Неплохо. С момента предыдущей индексации, повторяю. Плохая новость в том, что инфляция и здесь значительно опередила размер индексации. Поскольку за два года, с августа 2021 по август 2023 года, индекс потребительских цен вырос на 28,1%. Ну, я вот в эти вот 28,1% я не верю больше вырос. На кое-что, возможно, остался. Да, Господи. Ну, давайте сравним. Ну, хоть какой-то продукт. Даже не знаю, какой на вскидку вам дать. Ну, сахаром все пользуетесь. Ну, сколько сахар стоило? Ну. Сейчас сколько стоит? Да. Ну, где же 28%? Ну, соль сколько стоила? Ну, спички сколько стоили? Сейчас сколько стоит? Совершенно верно. Бывает даже по два с лишним. Три евро. Ну, в среднем цена евро 25, евро 29, евро 30. Так, позапрошлым году сколько стоил сахар? 59? 59 центов. Ну, плюс-минус. Там для варенья, для херенья. Там такие, знаете, хитро сделанный сахар. А он тот же самый, только упаковку поменяли. Я уже молчу про елгавский упаковку. Это что? Елгавский сахар. Это знаете, да? Бренд. Бренд. Что-то не обращаем внимания сейчас, есть он или нет. Пишите комментарии, друзья. Ну, вот. Да, сейчас тоже бывают скидки, друзья. Я буду параллельно и новости вести, и комментировать, друзья. Чтобы потом я могу забыть. Знаете, память не та. О, волосы умные. Волосы покинули дурную голову. Друзья. Так проще. Так проще. Хотел прическу наводить. Кудри бьются, кудри бьются. Кудри бьются у этих, да? У людей. Почему они не бьются у порядочных людей? Так я вот решил. Просто на лысо. Меня Наташа оболванила. 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 Так. Даже если для расчета покупательной способности использовать показатель общей инфляции, покупательная способность пенсионеров относительно пенсии по старости или ее индексируемой части за два года упала примерно на 5%. Ой. Я бы нам уже, друзья, матом крыть бы, тут все бы было понятно. Ну ладно, не буду, конечно же. Стараю. Вы заметили, наверное, да? И еще, друзья, попрошу вам. Я новость вам донесу. Все нормально. Я вам не это донесу, а я вам разожу по полочкам. Да, 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 да. Я попрошу комментировать. Да, конечно же, я всегда прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Не грубите в комментариях. Как говорится для молодежи, не наезжайте вы на это самое, там, на кого-то. Не обзывайте. Вот ту же самую фамилию вы начинаете уже обзываться. Откуда вы пишете, друзья? Я буду вас, наверное, уже скоро сортировать. Потому что, ну, в баню отправлять, друзья. Вы, я терплю, терплю до поры до времени. Не надо призывать к чему-то, выше ставить других себя, строить из себя. Не надо, друзья. Я никакой здесь вам не, как это, цензур, там, не цензурой занимаются. Ну, ведите себя прилично, друзья. В комментариях. У нас не тот канал, где можно вот эти всякие пакости. А тем более призывать межнациональные розни, я не потерплю этого, друзья. Нет, не надо. Все, кто понимает и давно уже поняли, от чьей это яйца растут. Вот именно, друзья. И где, где, что зарыто. Я уже помалкиваю. Кое-кого я отправил уже. Наверное, уже несколько десятков. Может быть, десяток, полтора, два. Вы в курсе. Не надо никаких призывов делать. Во-первых, вы подставляете меня, себя и всех других тоже. Вы каналу делаете плохо. Нашему каналу. А я всегда вас прошу, что и желаю всем. Мира, добра и дружбы между народами. Повторяю. Не надо, пожалуйста. Не надо. Меня уже под танк кидали, друзья. Именно на этом канале. Я долго молчал. Ну, конечно, я совсем открываться не собираюсь. Зачем? Зачем? Я не жалуюсь здесь, друзья. И не оправдываюсь. А повторяю, вы делаете хуже только нашему каналу. Я не тот человек оправдываться. И стоять, как этому школьнику мне, тоже я не собираюсь. Понимаете? Перед кем-то. В одинаковых ботинках, в одинаковых шнурках. Вы понимаете, да? Писал там один комментарий. Привет ему. Да-да-да-да-да-да. Не надо, друзья. Большая просьба. Я вот хотел давно, чтобы подольше вот этого. Да. Речь идет про пенсионеров. И вы, вот если вы смотрите наш канал, вы же видите. Я хочу донести до людей какую-то информацию. И тем более важную информацию. Как могу, друзья? Как могу? Я уже пожилой человек, друзья. Уже мне седьмой десяток идет. Инвалид. Вот стараюсь я людям помочь. Мы стараемся помочь. Да, мы показываем и видео, и свои видео. И как мы живем. Мы открыты люди. Понимаете? Вы тоже будьте людьми, друзья. И то, что в мире сейчас происходит, это, конечно, это очень тяжело. Это очень плохая ситуация сейчас. Даже страшная ситуация. Вот эти войны. Уже войны. Не война, а войны. И уже называют, друзья. Страдает народ. Все понятно. Везде страдают люди. Но пожилые люди страдают больше всех. Молодежь как-то еще выкручивается. Потому что у них есть силы, энергия. Они могут еще как-то выжить. Ну как пенсионеру выжить? Я все по теме говорю, друзья. Не надо ни обзываться, ничего. Не забывайте. Никого не пугаю. Вы можете тоже оказаться в такой ситуации. И не надо строить из себя выше других. В какой вы там стране бы не жили. А мы наслышанно знаем прекрасно. Как живется в той стране, либо в другой стране. Прекрасно знаем. Особенно в той стране. И в тех странах. Ладно, хорошо. Это я обобщаю, друзья. Это все новость, друзья, про пенсионеров. Смотрю же я статистику. С какой средний возраст смотрит нас? Конечно же, друзья. Все это прекрасно мы видим. Будьте людьми. Всем желаю только здоровья, счастья, благополучия. И повторяю еще раз, мира и добра и дружбы международной. Продолжаю новость. Однако, это было бы так, если бы структура расходов пенсионера была аналогична структуре расходов среднего латвийского потребителя. Я, как я вам и говорил, что я буду комментировать. Не могу держаться, друзья. Тяжелая тема, это повторяю. Тяжелая. Да. Конечно, хорошо, кто получает тысячу евро. Ну, это еще куда не шло. Пенсию. Есть такие у нас много. Я не отрицаю. Есть, есть. Ну, их процент сколько там? Ну, 5-10 процентов. Остальные как живут? В действительности же, ну, я к чему и говорю, друзья. Ситуация значительно хуже. Поскольку только тарифы на услуги ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, за два года выросли на 54,8 процента. Вот я к чему и клоню, вот эту новость-то говорю. В том числе, больше, чем на половину выросли, в том числе и на тепловую энергию, господи, друзья, на 78,7 процентов все увеличилось. А цены на продукты питания выросли в среднем, вот, внимание, в среднем выросли на продукты питания на 36 процентов. Ну, откуда они взяли 6,4 процента? И видишь, твоя мать, друзья. Ну, это же, посмотрите, а, 36 процентов, они нам 6 только проиндексировали. Издевательство. Больше ничего, я это назову. 36 процентов только на продукты питания, на тепловую энергию почти на 80 процентов и на 55 процентов на услуги ЖКХ. Таким образом, единственное, на что могут надеяться пенсионеры, интересно же, на что же мы можем надеяться, а? Давайте-ка мы послушаем. Это дальнейшее снижение инфляции. Ой. Господи, друзья, ну, на дальнейшее, они надеются еще на дальнейшее снижение инфляции. Ой, господи, друзья. Ну, ладно, не буду. Однако надо сказать, что реальная покупательная способность пенсионеров, к сожалению, не сможет вернуться к уровню 2021 года в ближайшем будущем. Смотрите, тут же, говорят одно, надеяться на снижение, а тут же вернуться уже к 2021 году в ближайшем будущем. Нет, невозможно. Или времени до предыдущего большого скачка инфляции. Ожас, друзья. Напомню. Все, друзья, это новое закончилось. Ну, это я почему так вот начал. Ну, вы все понимаете, о чем идет речь. Как живут в атлетийских пенсионерах? Я вам рассказываю. Параллельно. Вот, преподнося новость, я преподношу. И параллельно хочу комментировать. Ну, в конце, я говорю, повторяю, забуду. Кое-что. А может даже и многое забыть. Ну, конечно же. Конечно. С возрастом память уже не та, друзья. Да и в молодости кое-что и не хотели мы там учить, запоминать. Ну, вот. Пожалуйста. Повторяю. Я вам рассказал, как же живут у нас латвийские пенсионеры. И что, вот, даже в заголовке уже все понятно. Что деньги уходят на еду и коммуналку. Это хорошо. В лучшем случае. Деньги уходят на еду. И на коммуналку хватает. А вот вы же знаете, в курсе. Да. Женщина живет пенсионерка. Мужчина пенсионер. Дай бог вам здоровья. И долгих лет жизни. Как минимум до 100 лет вам дожить. Но, хочу огорчить вас немножечко. Приход вынужден огорчить. Мужчины живут меньше. Намного. И в итоге что? Остается одна пожилая женщина. Бабушка. Ну, старушка там. Ну, женщина пожилого возраста. Ну, конечно же. У нее это хорошо еще, если у нее есть дети. У нее есть внуки. Есть такие. Есть нормальный процент. Ну, как нормальный процент. Ну, точно не знаю сколько процентов. Ну, процентов 5, наверное, 10. Точно есть. Которые помогают. Помогают. Внуки, дети. Ну, в основном дети. Не отрицаю и внуки. Но, опять же. Основная масса. Что помогает. Уехавшие за границу. Здесь, в Латвии, много не напомогаешь. Совсем 0,0% которые здесь могут помочь. Которые, ну, так кавычка в кавычка на широкую ногу живут. Дети, либо внуки. Устроившиеся здесь. Ну, может быть, какой-то свой бизнес. Это я друзья уже... Сам от себя добавляю. Вот так вот живут. Ну, основная это масса. Ну, еле-еле хватает. Это я говорю хорошо. А коммуналку хватает оплатить и на еду. А вы заметили, что нету здесь на одежду, обувь, мебель и другие аксессуары. Электрооборудование какое-то там, электроприборы. Те же самые холодильники. Те же самые телевизоры. Ну, друзья, перечислять здесь, конечно же. Да, вы скажете, Сергей, но это же ведь не каждый год надо менять. Не надо, друзья. Не надо. Летит еще как. Те же самые микроволновки летят. Не надо на микроволновке. Вам не надо. Другим надо. Те же самые чайники летят. Те же самые плиты летят. Да все летит, друзья. Сколько стоит баллончик газа? Напишите, пожалуйста, друзья. Комментарии. Да, какая цена у нас баллона газа в Атвии? А газом пользуется у нас очень огромный процент. Это все надо. Здесь это не учитывается. Ну, да, коммуналка, конечно, коммуналка. Да, 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 да. Я уже, видишь, видите, привычка у меня уже про свои дома. Да. Так я не договорил. Вот одна женщина остается. Все про пенсионеров, друзья. Пускай видео побольше будет. Ничего. Потому что такая тема тяжелейшая. Тяжелейшая. Ну, я сам являюсь, отношусь к этой категории. И интересно почитать ваши комментарии. Вот еще договариваю. Одна женщина остается. Пожалуйста, деньги уходят у нее на еду и на коммуналку. Если коммуналка, да возьмем двухкомнатную квартиру. А ведь трех-четырехкомнатную. Ладно, четырехкомнатную они продали. Возможно, трехкомнатную продали или обменялись. Возможно. Тоже пишите комментарии. Сколько у вас уходит на еду? На еду и коммуналку. Да, возьмем в среднем 200 евро на коммуналку. По-любому. Отопление уже включено. Но зима еще не наступила. Это я к чему сказал. Пускай даже кое-где еще не включено. Потому что еще тепло. Да, тепло у нас сейчас. Плюс 9 градусов. Обещают 10-11. Тепло. Все ночь было, друзья. Ну, пасмурно. Сегодня будут дожди. Но пенсии. Ну, давайте. Это то, что там они намалевали 500 с лишним евро. В среднем. В среднем. В среднем. В пенсии, да? Ну, вот, пожалуйста. 500. 531 евро 76 центов. В этом году. Нет, это чужд, друзья. Меньше намного. Куда не шло. Пускай 400 евро. Потому что таких пенсионеров, у которых 240, 300 евро, 320, сплошь и рядом. Особенно в сельской местности. Подтвердите меня или опровергните. Вот особенно кто в сельской местности смотрит. У нас столько знакомых. Столько. Кого мы людей знаем. Вот даже подписчиков встречаем. Но нету. Откуда у них 531 евро 76 центов в пенсии? Ну, откуда? Особенно, повторяю, в сельской местности. Нет. Только нету. Пускай кровь из носа. Ну, в кавычках, конечно, кровь из носа. 400 евро. Ну, отдаст она. Она за коммуналку 200. С лишним. Что остается на еду? 150, 170 евро. Как тянуть? А посмотри, какие цены. А одеться не надо поменять? Особенно женщина. Женщина. Мужику как-то, ну ладно, боксим, проще. Ну, вот я мужик, мужчина. С рабочего класса вышел. Ну, и что? Я тоже хочу приодеться. Почему бы? Нет. Я в одно и то же не собираюсь ходить. По 10, даже по 5. Я по 3 года не хочу в одном и том же ходить. Не хочу. Вот так. Я вот так хочу. Ну, я понимаю. Скажут, о, там нет, пофигу. Я про мужчин говорю. Да я в одно и могу 10 лет проходить. Ну, ходите, господи, это ваш выбор. Ходите. Ну, друзья, все. Остапа понесло. Хоть сегодня и не пятница. Все равно за ваше здоровье. Да. Повторяю. Я вам здесь рассказал, как живут латвийские пенсионеры. Ну, это, друзья, я просто одну песчинку, там, две песчиночки, три максимум вам рассказал. Это просто верхушечку такую показал. А сколько проблем у пенсионеров? А на лекарства не надо? А обращаться к специалистам не надо? Врачам, специалистам, которые сейчас вообще недоступные? По цене я вам говорю. Ладно, про очередь не молчу. Потому что очередь вообще там кошмар. Сколько надо ждать? Месяцами, годами. Цены какие? Вы заоблачные. Даже не космические вообще уже. В галактику уже улетают. Что у пенсионеров таких нету пенсий? Какие сейчас цены? На все. А если взять вместе с лекарствами? Вы посмотрите, одна коробочка сколько стоит. Ужас. Каких-то там 6, 8, 10, 12, там 20. Ну, пускай 30 таблеток. Господи, друзья. И таблетки-то какие? Ну, это уже отдельная тема, конечно. Но все равно это касается жизни пенсионеров. Пишите, как вы живете, друзья. Ну, как ваши папы, мамы живут там, бабушки, дедушки. Всем большой привет всем странам земного шара, кто нас смотрит. Наш канал, повторяю, называется «Мы живем в Латвии». Большущее спасибо вам. Огромное спасибо. От всего сердца, друзья. От имени нашего канала. От имени нашей семьи. Всех, друзья. Большой привет из Латвии, непосредственно города Елгава. Все, друзья, заканчиваю. Большое спасибо за поддержку нашего канала. За то, что ставите лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Да, это и просьба. И то, что я... Ну, конечно же, большое спасибо, друзья. Все мы видим, читаем. До свидания. Желаю еще раз всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Да, друзья. Еще раз повторю. Я так преподношу новость. А просто так оттороторить. И человек ничего не поймет толком. Если же пару слов поймет из 20. Я сам, если быстро оттороторить, ну непонятно вообще ничего. Здесь запомнится надолго. Да, я так преподношу новости. Я привык так. Друзья. Ну, просто так и без комментариев. Не интересно, во-первых. Мне не интересно. Я бы и не открывал канал, друзья. Понимаете? Вот, друзья. До свидания. Всем большое спасибо. Пока. До следующих видео.